Привет, это English Show, и с вами я, Антон. Сегодня у нас другой фон, потому что это прямое включение из самой что ни на есть настоящей Европы. А вы когда-нибудь задумывались, что будет, если не есть 30 дней? А вот Джимми Дональдсон, которого вы все, наверное, знаете как мистера Биста, да, мистера Зверя, серьезно заинтересовался этим вопросом и решил провести такой эксперимент. I am not eating any food for the next 30 days. I am not eating any food for the next 30 days. Я не буду есть никакую еду в следующие 30 дней. А чтобы ему было легче сдержать это обещание, он обратился к своему другу, Крису. And if I for any reason eat food in the next 30 days, you, Chris, get to shave my head. И если я по какой-то причине съем еду в ближайшие 30 дней, Крис, ты должен будешь побрить мне голову. No way! Не может быть! Yes, да, отвечает Джимми. Давайте переведем, что на самом деле Крис подумал о Джимми и о том, что будет с этой затеей в конце концов. There's no way he's going to 30 days. We're shaving his head. There's no way he's going to 30 days. We're shaving his head. Он ни за что не выдержит 30 дней. Мы побреем ему голову. Устойчивую фразу no way говорят или когда сомневаются, что что-то возможно, тогда она переводится как не может быть. No way! 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 Не может быть! Не может быть! Не может быть! Или когда уверена, что что-либо не случится. Тогда фраза переводится как ни за что или ни в коем случае. Вряд ли. Никак еще может быть. There is no way that that is true. No, look. There is no way that is true. Нет, послушай, это никак не может быть правдой. И постарайтесь не спутать фразу цельную no way с отдельными словами no, нет и way, путь. К примеру... Unfortunately, there is no way out of here. Unfortunately, there is no way out of here. К сожалению, отсюда нет выхода. Ну, или дословно, отсюда нет дороги. А не, к сожалению, невозможно отсюда. Хотя, в принципе, тот же смысл остается, да. And you know, there is no polite way to ask you this, but... And you know, there is no polite way to ask you this, but... Знаешь, это невежливый вопрос, но... Кстати, Джимми ведь один из самых популярных блогеров англоязычного ютуба, да и вообще в целом в мире. Так что он подробно записал и выложил свой эксперимент на ютуб вот с тем, чтобы не есть 30 дней. Давайте посмотрим, что из этого вышло и, разумеется, подчеркнем что-нибудь полезного для вашего английского. В первый день отказа от еды Джеймс избавляется от всего съестного в доме. И так как я не ем ближайшие 30 дней, почему бы мне не избавиться от всей еды в своем доме? Ну, действительно, почему бы и нет? Или ты ешь? I'm not. Нет, не ем. Или ешь? I'm not eating. Я не ем. Джимми ложится спать без перекуса и делится своими странными ощущениями с подписчиками. На следующее утро он снова пропускает завтрак и отправляется на съемки. Кстати, в начале почти каждого дня он будет приходить на студию, чтобы зафиксировать свой вес. Давайте я здесь сразу еще раз оговорюсь. Ребята, не повторяйте этот эксперимент, пожалуйста. Это очень плохая идея не есть 30 дней. Да даже пару дней не есть, это ужасная идея. Никогда так не делайте. Просто на всякий случай. Даже если хотите на ютуб это снять. Я вот как блогер вам говорю. Не получится. Оно так не залетит, как у мистера Биста. К тому же здоровья того, ребят, не стоит. Продолжаем. To be honest, I probably weigh basically the same. Yeah, like I said. To be honest, I probably weigh basically the same. Честно говоря, я вешу практически так же. Yeah, like I said. Ну да, как я и говорил. Первые сутки вес без изменений. Все те же 219 LBS. То есть 219 фунтов. Один фунт это примерно полкило, точнее 45-46 сотых. То есть получается... Вес Джимми чуть больше 99 килограммов. Интересно, сколько он скинет с такого веса, конечно, за 30 дней. Сейчас узнаем. Джимми отправляется снимать очередной сюжет. И вот к концу дня уже появляются первые симптомы того, что он не ел целые сутки. Снимать на совершенно пустой желудок намного сложнее, чем кажется. В конце дня я был вымотан. Это около 4-5 часов съемок. И, честно говоря, чувак, мне надо пойти в кровать. Я уже устал. I was drained, говорит Джимми. Вообще слово drain это означает высушить. Drained beans это сухие бобы. И, видимо, какой-то англичанин много лет назад почувствовал себя вот как такой сухой боб. И решил, что это станет устойчивым выражением. Поэтому to feel drained это значит быть вымотанным, выдохшимся и без сил. I feel completely drained. Я чувствую себя совершенно истощенный. Друзья Джимми пытаются соблазнить его фастфудом. Но блогер держится и отправляется спать, так ничего и не съев. It's the end of the day number two. Not gonna lie. I'm actually really hungry. And, yeah, I'll see you guys tomorrow. It's the end of the day number two. I'm not gonna lie. I'm actually really hungry. And, yeah, I'll see you guys tomorrow. Это конец второго дня. Не буду врать, на самом деле я очень голоден. И, да, увидимся завтра. На следующий день Джимми удивляется, что так бодро себя чувствует и идет на контрольное взвешивание. По иронии судьбы, ему в этот день приходится сниматься далеко мы батончиков своего бренда Мистер Бист. Это я улыбаюсь сквозь боль. Ой, вся моя жизнь, ребят, вся моя жизнь. Однако, и это еще не предел его мучений. По сценарию он должен откусить кусок батончика и сказать, как же ему вкусно. Вам нужно, чтобы я откусил кусочек? Yes. Да. Однако, Джимми не поддается и только делает вид, что откусывает шоколадный батончик. Fake biting chocolate. Симулирую укус шоколада. This morning I was like, yeah, I'm not that hungry, this isn't too hard. Now I'm like, bro, I need to eat food. This morning I was like, yeah, I'm not that hungry, this isn't too hard. Этим утром я такой, ну да, я не голоден. Это не так уж и сложно. Now I'm like, bro, I need to eat food. А сейчас я такой, bro, мне нужно поесть. И, как будто Джимми за этот день еще недостаточно настрадался, он получает подарок от своих друзей. We just rented an ice cream truck. Мы только что арендовали грузовик с мороженым. Because we want to shave Jimmy's head. Потому что мы хотим побрить Джимми голову. Как можно заметить, Крис использует много сленговых выражений. Например, вместо because он говорит cause. То же самое, только писать так я вам не рекомендую, а вот на словах вполне нормально. Because you're still here. Because you're still here. Потому что ты все еще здесь. Вообще слово cause отдельно от because это причина. Есть и другие сленговые выражения. What do you want to do first? What do you want to do? What do you want to do first? What do you want to do? Wanna это want to. То есть хотеть. А сможете ли вы заметить еще одно, кстати, сокращение, которое очень часто встречается в этом видео? Напишите в комментариях. Сокращение и что оно значит. А мы пролайкаем. Тем временем друзья Джимми приехали к нему домой и закидали его дом мороженым. They're literally throwing ice cream at my window. Они в прямом смысле кидаются мороженым мне в окно. Я посмотрел туда полный надежд только что. Однако ребятам не удается соблазнить Джимми, они уходят ни с чем. Все, выметайтесь отсюда. Давайте. Все вперед. Вот примерно в таком режиме и продолжал Джимми жить во время своей голодовки. Иногда он чувствовал себя весьма неплохо. Сегодня шестой день и по какой-то непонятной причине я чувствую себя очень хорошо. Но периоды недомогания и слабости случались все чаще и чаще. Сейчас утро и я проснулся с головной болью. После того, как я говорил довольно громко в течение долгого времени, я очень устал. Так что я собираюсь дремнуть, наверное. И день становился только хуже. Меня так тошнило, что я не мог сниматься больше 20 минут подряд. Мне нужно было присесть и отдохнуть. О, боже, меня сейчас вырвут. I was nauseous, говорит Джимми. To be nauseous или to feel nauseous это испытывать, чувствовать тошноту. I feel nauseous. Мелман, you always feel nauseous. I feel nauseous. Меня тошнит. Мелман, you always feel nauseous. Мелман, тебя всегда тошнит. I threw up значит меня вырвало. Где throw это бросать, up это вверх. Думаю, логика понятна. Объяснять не нужно. Но я и весь канал English Show предлагают вам заняться более интересным челленджем. Пообещать себе следующие 30 дней, к примеру, заниматься английским языком. Результат точно не заставит себя ждать. И, возможно, вы даже круче мистера биста и продержитесь больше, чем 14 дней. А помочь в этом вам могут наши выпуски и опытные преподаватели. Я вот сам, как ведущий English Show, рекомендую вам от себя обратиться именно к ребятам. В описании всегда есть ссылки, где можно записаться на бесплатный пробный урок, посмотреть, как вам. А я постараюсь для вас еще снимать интересный контент. Ладно, я ограничусь моей водой. Кто оставил их здесь? Я их так сильно хочу. Бро, то, что я рядом с этими конфетами, делает меня таким голодным. Почему мы должны снимать это во время моего поста? Да, fast – это пост. Ну, только не в соцсетях, а другой пост. Когда не ешь мясо и ждешь куличики. Типа того. Но он не поддавался и снимал свой эксперимент. Так продолжалось до 14 дня, когда Джимми предстояло сниматься с шефом Гордоном Рамзи. Суть программы была в том, что Гордон должен был приготовить блюда вместе с гостями. Мы направляемся в Вегас, чтобы снять короткий ролик с Гордоном Рамзи. Джимми думал, что он будет готовить с Гордоном, однако у шефа были свои планы. Он сообщил мне, что хочет со мной приготовить что-нибудь для своего канала. То есть сам Гордон Рамзи захотел приготовить еду для Джимми, а тому пришлось сказать, что он ее не может съесть. Я постараюсь не есть то, что он готовит. Я собираюсь сделать для тебя сэндвич, а ты мне хочешь сказать, что не будешь его есть? Гордон явно был не в восторге и решил уговорить Джимми съесть хотя бы один кусочек. Хотя бы откуси. Ты был бы первым человеком за мою карьеру, для которого я что-либо приготовил от начала до конца, и это даже не съели. Пожалуйста. Джимми не смог устоять против уговора самого Гордона Рамзи и нарушил данное себе обещание. Я представляю, как Джимми за день до этого уже задолбался снимать этот челлендж, просто не мог без еды и думает, надо завершить, чтобы я как бы проиграл, но было очень красиво. Звонит Гордон и такой, алё, это Гордон Рамзи, вы должны спасти мне жизнь, надо приготовить бутерброд. Ну, в общем, Крис был несказанно рад и сразу же побежал брить голову Джимми. I love you, Gordon, thank you. I love you, Gordon, thank you. Я люблю тебя, Гордон. Спасибо. Итак, отказ Джимми от еды продолжался не 30 дней, а всего 14, что тоже очень впечатляет. А как вы думаете, 30 дней без еды это вообще возможно? Пишите в комментариях свои мысли на эту тему и напишите, сколько максимально вы были без еды. Я вот, например, наверное, часов 40, почти двое суток. И я помню, что мне было прям реально плохо. И, кстати, мистера Биста можем разобрать ещё раз, потому что парень не так прост. Помимо вот таких вот видео, которые просто привлекают внимание к его каналу, он ещё, например, снимает очень много благотворительности. В общем, парень делает хорошие дела. Как раз-таки на средства, привлечённые с помощью вот таких вот экспериментов. А ещё, если вы внимательно смотрели этот выпуск, то в описании я оставлю ссылку на тест по нему, который вы можете пройти и вот посмотреть, насколько вы реально усвоили материал. Пишите, какие ролики ещё разобрать, кого из блогеров. Всё сделаем. Вообще, не проблема. Мне очень нравится эти выпуски снимать. Поэтому с вами был Антон, канал English Show. И до скорых встреч. Пока.